Наринмар, Великовисочная, Коткино, Нижняя Пёша, Снапа, Ома, Вижа, Сне, Смизень, Рикосиха. Этим маршрутом на лыжах прошли участники военно-патриотического клуба «Белый медведь». Машборосок стартовал 14 марта в столице региона от памятника Олено транспортным эшелоном. Преодолев сложнейший маршрут в суровых заполярных условиях, семеро лыжников отдали дань памяти защитникам нашей Родины. Ранним утром 14 марта команда смельчаков из военно-патриотического клуба «Белый медведь» отправилась совершать очередной и самый сложный лыжный переход. Иначе как марш-броском в историю его не назвать. Шестеро студентов под руководством опытного наставника Василия Терентьева задумали в точности повторить маршрут, по которому шли олено-транспортные эшелоны округа до железнодорожной станции Рикосиха, откуда потом отправлялись на Карельский фронт. И им это удалось. За две недели пути лыжники преодолели 440 километров по безмолвной заснеженной тундре, ночевали в посёлках и снова отправлялись в путь. Посёлки Рикосиха участники лыжного похода финишировали 27 марта. Экстремальное путешествие завершилось у обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны. Наринмарцев встречали как настоящих героев приморские школьники. Обратно участники лыжного перехода возвращались уже по воздуху. Всё самое сложное осталось позади. Самое сложное было для меня лично первые два дня. Во-первых, встречный ветер. Во-вторых, многие ещё не привыкли были. Поэтому они до Коткина ушли. Было очень сложно. Остальные по 50-50 километров не ушли нормально. Самым сложным для ребят действительно оказался переход на Наринмар Великой Височной Коткина. Порядка 80 километров на лыжах. Постоянно дул встречный ветер, который очень мешал двигаться, вспоминает наставник ребят Василий Терентьев. Силы были на исходе. Ребята уставали до того, что до населения доходили, они даже просто падали. Но это было испытание. Поэтому ставим трудные минуты. Мы говорили о том, что вы помните, как наши деды и прадеды шли по этому же пути, но они шли тогда в декабре и начале января. Это гораздо было сложнее, чем нам сейчас. Поэтому это поднимало наш дух, и мы продолжали путь. Продолжали путь и справились со своей задачей. Этот лыжный переход, как и его участники, навсегда войдет в историю Нинницкого округа.